Республиканцы до сих пор носятся со своим Трампом как с каким-то артефактом и кажется, что они по опыту кремлевского патриархата причислят его к лику святых гольфистов. Но вот что удивительно, они носятся с Донни, невзирая на то, что и как об этом говорят их однопартийцы, которые по моральным качествам и жизненному опыту не просто превосходят Трампа, а находятся в другом измерении. По этому поводу приведем историю, о которой многие вообще ничего не слышали. Итак, июль 1967 года. США ведут войну во Вьетнаме, воздушную поддержку боевым действиям осуществляет также палубная авиация авианосцев, которая меняя друг друга постоянно находится вблизи берегов этой страны. 29 числа на палубе авианосца USS Forrestal готовились к вылету ударные самолеты F-4 Phantom и другие, которые обеспечивают наведение на цели, связь и т.д. Они загружаются всем необходимым, а так как проходят групповые полеты, то одновременно на палубе расположено множество полностью заправленных и вооруженных самолетов. Это один из самых опасных и ответственных моментов для любого авианосца. Во время Второй мировой американцам однажды удалось поймать такой момент и нанести удар по авианосцам, палубы которых были точно также заставлены самолетами. Здесь была примерно та же ситуация, но вьетнамцам просто нечем было атаковать американский авианосец. В общем, ракета, подвешенная к одному из стоящих на палубе фантомов, самопроизвольно запустилась и попала в А-4 Skyhawk, также полностью заправленный и стоящий напротив, ожидая вылета. Топливо мгновенно разлилось по палубе и начался массивный пожар, который тут же попыталась потушить спецкоманда экипажа, но очень скоро от огня взорвалась полутонная бомба, которая уничтожила пожарные расчеты и массивный взрыв привел к повреждению стоящих рядом самолетов, из которых хлынуло топливо и начались взрываться боеприпасы. С огромным трудом пожар удалось потушить, но в результате погибло 134 человека и еще 161 получили ранения. Это были самые крупные одноразовые потери американского ВМФ за всю послевоенную историю. Авианосец ушел на филиппинскую базу Субиг-Бэй, где был произведен первичный ремонт, а после этого на свою базу в Норфолк, где его восстановили. Впоследствии авианосец получил флотское прозвище USS Zippo – лесной пожар. Тем не менее, это была трагедия, которая привела к переосмыслению ряда процедур, которые выполняются на палубе и это стало серьезным испытанием для всех участников происшествия. Одним из выживших был будущий сенатор Джон Маккейн. А всю эту историю мы вспомнили, потому что та злополучная ракета попала как раз в его самолет. И в общем, тогда он не должен был выжить. Но несмотря на это, Маккейн не ушел на базу вместе с авианосцем, а перевелся на другой USS Oriskan, продолжил свою войну, а через три месяца был сбит и попал в плен, из которого был освобожден только спустя пять лет. Позже Маккейн стал сенатором от Республиканской партии и большим другом Украины. Он лично был на Майдане. Здоровье подвело старого вояку. Он знал примерное время смерти и сам распорядился о том, как должны проходить его похороны. Он утвердил список лиц, которых хотел бы видеть на своих похоронах и строго запретил приглашать или пропускать без приглашения на похороны действующего президента США Трампа. Он знал, что оно такое и сказал ему об этом в лицо в овальном кабинете. Но мнение Маккейна для республиканцев оказалось менее ценно, чем восторги лузеров, боготворящих мошенника. Вот система ценностей этой партии на сегодня. А приведенное фото пожара символизирует состояние республиканской партии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok